здравствуйте туристы и милитаристы зацените ребята красоту на самом деле мастерская золотое сечение которое специализируется ребята делают много ножей разных у них есть интересные модели но конечно самые скажем их продвинута скажем отношения и наибольшая теоретическая подкованность вплоть до цитат там работы с различными источниками конечно она относится к ножам канадского типа к различным не с муком каким-то другим вариантом то есть очень много у них вариаций вот оттуда и даже здесь по большому счету если заглянуть на этот клинок который я бы вот так вот взял и обозначил бы как спирпойнтовый лепесток то есть это спирпойнт он практически симметричный и он именно лепесткообразный такие как но такой копьеобразные вида лепестка то в каком-то смысле можно даже сказать что это тоже чем-то напоминает вот это плавное брюшко режущие кромки аккуратный уход вниз обуха то есть это в любом случае не drop point на мой взгляд это все-таки именно спирпойнт с таким лепестком в основе так вот глядя на это опять же понимаешь что вот откуда-то оттуда идет но на самом деле не все так просто я респектую золотому сечению очень сильно потому что буквально несколько месяцев должны может быть недель не важно какое-то время назад у нас был разговор оказалось что к ребятам попал в руки каталог мастерской кондратова аж 1892 года там были какие-то ножи это мастерской и у золотого сечения появилось желание обратиться к истокам то есть обратиться к ножам которые были популярны ну будем считать сколько больше ста лет назад правильно и вот как первый эксперимент на мой взгляд очень удачную модели они выбрали потому что там было несколько моделей которые сразу же моментом конечно же уходит в холодное оружие то есть их делать ну экономически нецелесообразно скажем так пока что какие-то очень интересные модели были которые были такого немного скиндушного типа но чуть-чуть вот подольше побольше там был клинок и конечно же беличей очень обратил внимание свое сразу скажу что от оригинального ножа беличей мастерской кондратова отличает этот нож две детали во первых там был небольшой такой клип срез по обуху здесь ребята продолжили именно такую плавную линию на мой взгляд совершенно верное решение чисто визуально этот нож выглядит гораздо симпатичнее чем его скажем прототип с учетом того что это нож не точная копия а именно по мотиву того ножа на мой взгляд совершенно допустимо и у кондратов у кондратовского ножа там была рукоять больше как от напильника то есть более прямая такая вот здесь форма была шло расширение как таким вот прямыми линиями золотой сечения молодцы они сделали рукоять немного более анатомичный то здесь у нас легкий подъем идет на спинку легкий подъем на брюшко сама по себе рукоять симметричная и в этом плане конечно тоже такой вот небольшой штрих добавили на мой взгляд совершенно не зря что же нам давайте про ттх сперва 212 миллиметров длина ножа 103 миллиметра длина клинка клиночек такая вот сатинированная линза в ноль камера у меня гуляет прошу прощения освещение тоже сейчас попробую добавить не знаю стало лучше или хуже но в любом случае пускай будет так и так у нас конвекс идет вот таким вот образом все это выглядит обработка слесарка клинка от мастер нестеров видите здесь даже написано что это совместный проект с мастер нестеров и с другой стороны а логотип золотого сечения вес ножа 133 грамма забегая вперед скажу что сбалансировано он четко ровно вот сюда под указательный палец немножко со смещением в больстер х12мф кованная здесь стоит сталь аж на 62 64 единицы по шкале роквелла закалена рукоять корень ореха с латунью и фиброй ножны кожаные с одной неразборный монтаж сразу скажу кстати по моему забыл ширину и толщину клинка ширина клинка 31 миллиметр толщина 33 30 миллиметра сразу скажу забегая вперед с конвексом вот этот конкретный нож его нельзя сразу же купить то есть он его нету сейчас в прайсте в прайсе мастерской они будут делаться небольшими партиями и небольшие эти партии будут распродаваться и стоит он с конвексом 6500 рублей и при этом будет скорее всего более доступны и подешевле вариант с прямыми спусками от обуха и давайте по порядку все-таки привык начинать с ножен нужно здесь симметричные под правую под левую руку нож утопает достаточно глубоко в ножны практически здесь ну сантиметр два с половиной три может быть есть темлячное отверстие вылезает то есть для того чтобы удобнее было как вы видите у нас широкая очень петля фиксирована вертикального подвеса и свободная такая петля свободного подвеса вертикального ножны узнаю брата колю ножны сделаны все из той же самой кожи которая так популярна в нижегородской губернии и нитка узнаваемо но они сделаны гораздо аккуратнее чем типичные ножны из этого региона вот сразу скажу то есть наверное наверное это или спец заказ или с особой любовью как-то шилась но вот по факту они конечно здесь если вот так вот докапываться где-то может быть там часть миллиметра гуляет именно в плане симметричности это если совсем вот так вот но в прямом смысле докапываться потому что по большому счету здесь нужно совершенно никаких не может быть претензий нужно выглядеть хорошо толстая кожа и вот наверное это первые ножны именно из этой кожи с этой нитью которые у меня не вызывают таких ну противоречивых эмоций а наоборот очень даже позитивные эмоции эти ножны у меня вызывают они хорошие нож прячется практически полностью рукоять у нас никаким образом не страдает не обтирается то есть замечательные ножны очень глубокое погружение просто супер молодцы в этом плане как говорится есть возможность сказать могут же когда хочет правильно дальше рукоять очень красивый рисунок у корня ореха за цените сейчас камера у меня шатается сплошные технические накладки нынче пошли вот она рукоять реально ухватистая она действительно очень такая в руку безусловно конечно же она в каком-то смысле небезопасно но повторюсь метки рукоять очень нравится все это фигня здесь видите даже в каком-то смысле на мой взгляд может быть зря оставили пятку но для подстраховки пальца оставили пятку сделали аккуратную дольку для того чтобы точить нож было проще точить эти самые 62 64 единицы но в любом случае у этой рукояти просто шикарнейший отменнейший молоточный хват нож живет в руке вот пухлость все ширина все как все как надо все как доктор прописал если мы берем нож диагональным хватом с целью что-то там проколоть пропенетрировать как-то там проковырять или прорезать то конечно нужно учитывать что дерево у нас материал достаточно скользкий здесь у нос орешек полированный каких-либо под пальцевых выемок или упоров не имеется то есть самое лучшее это изначально если вы планируете какой-то именно ковырятельную работу то упереть рукоять вот сюда упереть ё-моё поставить рукоять вот сюда в основании ладони чуть-чуть повыше взяться пальцами и тогда уже всей силой продавливать потому что таким образом вы себя страхуете от того чтобы если конечно вот таким вот образом взять то любая скользота на рукояти она может обернуться фатально для вашего указательного пальца чуть-чуть переставил все совершенно четко обратный хват просто поставили большой палец на сюда на жопку и можно долбать крошить крушить сколько угодно кого крушить кого крушить ножом под названием беличи большому счету мне подсказывает мой мой может быть не самый большой но какой-никакой жизненный и нажиманский опыт что подавляющее большинство людей которые купят себе эту красоту они вряд ли будут этим ножом шкурить белок ну вряд ли прямо скажем то есть это именно сам по себе ножом посмотреть он действительно красивый клинок сделали вообще молодцы вот-вот молодцы реально и задумка классная я имею ввиду про то чтобы обратиться к истокам и идея сама по себе и исполнение просто выше всяких похвал очень аккуратная рукоять очень красивый клиночек действительно все все по уму все здорово вот бы еще мне ребята штатив так поправили аккуратный сатин и здесь эта красота видно спуск у нас идет спуске у нас идут от середины ну как спуск ям спуске от середины будем считать освещение гуляет прошу пардону кончик достаточно мощный и аккуратно сняты у нас фасочки с обуха то есть обух такой приглаженный скажем такой прилизанный вообще нож действительно по своему исполнению на шесть тысяч пятьсот рублей тянет совершенно это даже это даже не имеет смысла обсуждать то есть цену мы не обсуждаем изначально что касаемо и материала красиво на самом деле вот все вот все очень разумный подход то есть действительно видно что не сели там начертили что-то чих пых трам бам и все вот вам новая модель а действительно отнеслись душой реально отнеслись как бы вот с таким вот энтузиазмом и я чё расхвалил то я расхвалю потому что я знаю насколько это быстро делалось я сейчас не будут смотреть нашу переписку но очень недавно то есть от самой задумки проекта когда выбиралась первая модель из этого каталога правильно я не помню как правильно слово каталог каталог произносится неважно не обязательно мне писать в комментариях я просто загуглю так вот прошел прошло совершенно небольшое время не буду сейчас врать сколько точно но очень недавно это все начало обсуждаться за это время успели сделать такую красоту понимаете ребят вот и нож красивый и все замечательно но весь прикол в том что на мой взгляд дело даже не в том что это полочник или не полочник нет это не полочник это рабочий нож но это найти вот конкретно это исполнение с конвексом вот то как он выглядит о каком-то плане для ножевых гурманов то есть для тех кто в состоянии под заморочиться потому что чтобы не заморачиваться вот можно эту же красоту взять в какой-то стали может быть с роквеллами поменьше и с прямыми спусками от обуха резать будет вот весь прикол в том что я уверен что этот нож будет резать классно величие вот сам по себе конвекс по моему разумению это чисто именно вот такая вот вкусовщина гурманщина чтобы завлечь именно тех кому нравится вот что-то вот такого чтобы еще и было скажем вот вам пожалуйста еще из конвекса почему потому что у этого ножа геометрия такого рукоять такого он сам по себе такой что сделать его сейчас с прямыми спусками от обуха и он будет просто поразительно летать он будет резать все что увидит на своем пути продукты в походе но по по продуктам когда вот настолько классно сделан клинок единственное что самую малость будет цеплять что все-таки 4 дюйма на клинке это не то чтобы мало но это ограничивает вы же понимаете о чем то есть это в любом случае не кухонь и которым там хоп в одно движение не здесь в одно движение получится но в каком-то в каком-то именно походном плане совершенно хватит и вот лично меня вот этот вот прекрасный конвекс он вот эта линза она настораживает слегка почему потому что я понимаю что это именно вот ну по выпендриваться в каком-то смысле именно не просто так то есть по рабочим качествам что-то мне подсказывает здесь именно вот я правильно я извиняюсь за то что я торможу я действительно вот рассуждаю как будто мы с вами где-то сидим я не знаю там в баревич я вот принес нож на стол выложу и рассказываю свои мысли о вам вам о нем многие многие не нравится моя манера повествования то что я перескакиваю с 5 на 10 туплю икаю пыкаю мыкаю ну вот как есть так вот дело в том что здесь именно золотое сечение они сделали конвекс для того чтобы вот для людей уже запросы для нажима на в котором вот подавать что-то вот такое вот вот такое почему почему я так думаю потому что просто сделать прямые спуски от обуха сама по себе модель очень классно она очень красивая он действительно нож выглядит просто суперски и прямые спуски от обуха его вообще не испортят от слова совсем он будет просто на и наикрутейшим образом работать и вот теперь мы подходим а куда его брать как городской нож я принципе горфиксом отношусь ну не с предубеждением но я считаю что фикси городского типа это такая ну так ну в общем вы понимаете да есть ножи очень удачные с фиксированным клинком для ношения в городе и конкретно этот 212 миллиметров общая длина можно носить тем более можно носить где-то там в почтальонке в рюкзачке там еще где-то в кармане куртки и проблем не будет и вот очень все красиво резаться и так далее так далее но сама по себе философия этого ножа вот этот вот орех красивый вот это все что мы с вами сейчас видим все вот это говорит о том что это нож все-таки на природу и это нож вам и по грибочки и на рыбалочку и просто как это сейчас модно говорить хайкингом позаниматься то есть побродить где-то и ножиком там срезать пару виточек приготовить себе бутербродик колыши какой-то заточить и так далее так далее то есть он просто зовет насладиться каким-то лесным воздухом летним осенним подышать насладиться именно природой потому что он сам по себе невероятно наконец-то я додумался до этой фразы тот реально тупил просто пять минут он гармонично гармоничен с опен-эйром он гармоничен с природой он действительно зовет куда-то вот пойти и просто отдыхать не бушкрафтить не сурвивалистить не какой-то херней заниматься нет просто из пункта а в пункт б куда-то на берег озера дойти спокойно достать нож отрезать себе кусок хлеба отрезать себе кусок колбасы если надо с помощью этого ножа сделать щепочек сделать костер все сесть расплавить булки и не нужно говорить так это же был бушкрафтинг по моему нет правильно тут сами соловьев сказал есть прекрасное слово туризм прекрасное слово но и туристы и милитаристы тоже оттуда на хрен все эти бушкрафте бушкрафтинг это я сейчас так эмоционирую потому что сам на себя разозлился то что я тут действительно тормозил но неважно пока я торможу вы смотрите на замечательный нож в общем золотое сечение вы огромные молодцы насколько я не с предубеждением но я с такой канадцы мне нравится внешне мне нравится как они режут но в лесу лично мне канадцы особо не нравится именно из-за вот этого перехода такого птичкообразного который мешает строгать здесь все как надо и я конечно же всех призываю написать в комментариях потому что золотое сечение будет смотреть это видео будет писать читать комментарии не останавливайтесь ребят это просто шикарнейшая идея может быть будут там модели более удачные менее удачные более коммерческие менее коммерческие но вот если у вас есть возможность качать какие-то скажем дизайнерские рисунку ресурсы прям вот оттуда из ста и более летней давности делайте это потому что это классно потому что это замечательно это красиво и это правильно не хрен изобретать велосипед когда вот такие велосипеды уже были изобретены до нас я прошу прощения ребят за свое торможение на самом деле сказывается жара жара просто неимоверная у меня все здесь накрылась технически действительно вы видели как камера гуляла но сути это не меняет нож просто офигенский спасибо за просмотр вам всего доброго увидимся на тестах и Продолжение следует...